приветствую дамы и спадам добро пожаловать на канал arch panzer где мы продолжаем играть в x-com 2 с модом long war of the chosen прошлой серии мы с вами вновь выполнили достаточно неприятное задание опять взламывали компьютер адвента опять наш боец поддержки получил ранение правда в этот раз он у нас получил ранение можно сказать что из-за себя так как не совсем удачно использовал черепной бур во всем остальном принципе задание прошло неплохо но неприятность нас ждала после задания к сожалению не смогли мы получить нового ученого это достаточно досадно у нас сейчас 106 разведана в принципе нам не хватает всего лишь 44 чтобы установить контакт со следующим регионом без строительства ретранслятора это может быть даже похоже на план то есть сейчас нам ретранслятор не строить потратить больше разведданных и уже в новом регионе подстроить ретранслятор принципе даже это будет немножко выгоднее потому что у нас сейчас скидка надо не 200 разведданных а всего лишь 150 поэтому может быть и нормально также я за кадром поставил своих прокачанных бойцов управлять сопротивлениями снял я солдата с новой бразилии потому что мы совсем недавно отбивали там нападение избранного и некоторое время он нас оставит в покое поэтому я посадил туда инженера в новые чили тоже посадил инженера здесь в принципе все спокойно все добывается в остальные регионы я посадил солдат ну в новой австралии мы вообще рекрутов собираем поэтому здесь прокачанный боец весьма будет полезен но западная африка юар просто на всякий случай конечно западной африке вряд ли какой-то ответный удар у нас будет но я все равно опасаюсь так что что у нас тогда мы получается ждем мы следующее задание новые задания пока не ищем я думаю что новое мы задание начнем искать после того как выполним какое вот этот выполним и после этого начнем искать причем опять же таки вопрос что мне сейчас лучше сделать искать задание продолжать в новой бразилии или новую бразилию на некоторое время оставить в покое сделать упор на западную африку потому что здесь бдительность очень низкая здесь силы адвента очень низкая и силы адвент принципе тоже не особо высокая всего лишь 5 зато бдительность 12 просто сумасшедшая ладно в любом случае это уже будет после выполнения вот этого задания сейчас лечимся у храмовников враг использует более сильных бойцов обдающих дополнительным здоровьем печально на самом деле аватару осталось всего лишь 6 есть меня конечно там заначки штучка которая позволит нам раскрыть еще одну базу и я очень надеюсь что это база где-нибудь будет шаговой доступности но по большому счету если она будет в северной америке просто бац и контакт даже так подождите а почему со скидкой потому что медиси нет ретранслятора почему со скидкой смотрите сто одни разве данные всего же требуется здесь 150 а зачем я сюда полетел то я здесь тоже нет ретранслятор или есть меня здесь нет транслятора тогда скидка почему сегодня что один здесь 150 но это на самом деле здорово если база будет где-нибудь вот здесь то мы прямо сейчас сможем контакты устанавливать данный дискокс индонезии 150 и 150 с европой 155 ладно дурацкий был перелет на возвращаемся храмовников возможно вообще это даст нам информацию о базе непосредственно здесь новой бразилии который можно будет штурмануть окей пока лечимся так это у нас что а это у нас два часа до начала поэтому что здесь мы просто дождемся прокрутим до того ой блин где австралия так подождите австралию нас было в этом месяце нападение уже на австралию у нас была была защита рекрутов это опять охотница что ли до убийца а на второй раз за месяц нас атакует серьезно это будет третий контрудар за месяц блин и это так прям по базе то есть здесь наши повстанцы будут безоружными бегать это караул это просто минус австралия последняя такая так и нам практически новая чили зачистила нас там один боец остался всего сопротивления черт возьми один день два часа подождите один день два часа нам тогда сейчас логичнее сходить на другое задание не на ворону она задание в африке чтобы у нас бойцы освободились и оборону мы сходили с более серьезным отрядом да здесь сложность минимальная здесь у нас кто идет идет прс но у него так себе оснащение к слову нет черепного бура обычная аптечка ну ладно взломали неплохой идет ланселот идет томпсон магнитным пистолетом с тактическим жилетом она у нас весьма весьма плотненько им тут ему найман хотя ладно точность я здесь подкрутил точностью неплохая они все тени кстати у нее есть правда не прокачана не электромагнитный и наш псионик черной раз попытается что-то сделать так получается я сейчас иду на это задание здесь мы получим новобранцев здесь мы получим повстанцев получается после этого мы пойдем уже бить лицо ну как бить лицо огребать скорее всего от убийцы но по ощущениям убийцы все-таки немного попроще чем волшебник этот чародей будь он не ладен чародей просто всю дурь из нас вышиб на прошлом задании но позапрошлым получается ох 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 а к нам что надо сделать там из тюрьмы их надо вычить нам их надо вытащить из тюрьмы несколько сторонник сопротивления были схвачены во время зачистки и удерживаются в камерах в этом секторе адвент вызывал спецтехнику для транспортировки повстанцев 22 хода установлено место поэтому время на то что проник тюрьму и спасти наших людей ограничено если сможем обеспечить безопасность или сопротивление этом регионе здорово да мы прям на самом краю мы конечно можем прям по улицам пойти оркестром практически нас есть снайпер снайпер по-хорошему можете какие-нибудь позиции занять мы как-нибудь отсюда вот сможем прям по краешку краешку улиц пройти конечно открытые пространства но возможно мы не зацепим тех кто будет вот в левой части бойцы конечно здесь у нас не особо прокачены но у нас плюс-минус такой состав уже ходил на задание только у нас по моему или прям таким же составом ходили уж те если мы пойдем нет не если мы обязательно пойдем ладно про то как мы пойдем бить убийцу уже будем рассуждать следующий раз а сейчас давайте прервемся естественно чай кофеек и собственно говоря прям через мгновение продолжим давайте продолжать прям знаете по центральной улице с оркестром как говорится я думаю что при концентрации противника 79 можно даже и рывками пробежаться на первый ход на второй ход уже вряд ли эти снайпер на крышу а почему нет у нее есть глазомер есть глазомер и банально бонус либо сверху поэтому можно ее и так забросить ну соответственно второй ход уже надо поаккуратнее действовать от я кого-то слышал так во первых тут башенка есть поэтому прямо с неаккуратно надо так два бойца это кто у нас элитный солдат 17 да столько здоровья то элитный офицер чего больше 25 здоровья слушать а мне когда будет 25 здоровья есть чуть взлом он что дает уж все можно под контроль взять 37 процентов конечно маленький шанс но на два хода на 2 ходать неплохо и на самом деле я не уверен что противник которую я возьму за мозги на 2 хода вообще переживет эти два хода потому что скорее всего ему больно сделают окружающего друзьям вот я буду делать на следующий ход а сейчас 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 вот далеко правда снайперу на что скажет ну снайпер скажет что всех видят уж конечно еще ближе подойти и на устойчивую позицию встать здесь пока скрытое наблюдение принципе 22 хода это нормально времени много но нет они нас не заметить никуда вообще в другую сторону пошли но с другой стороны это все таки шанс а вот опять же таки кого мы захватим кого видим или вообще рандомного на карте если рандомного только давай не ну да 37 не получилось бы сейчас бац какой дрон бесполезный захватывается кто-то рон наблюдатель адвента классно потом и всех видим теперь да не не особо видим можно вылить но офицеры кстати в жарить с отличным шансом про можно опять же таки попробовать их на боеготовности поймать еще один дрон мы его не видим ну то что и все этой пачки захватился дрон конечно не очень хорошо удача мягко скажем не на нашей стороне ну да ладно как минимум за то что такую башенку поставили и то спасибо давай тоже наблюдение садись да пешили заметили серьезно может нас дрон на крыше заметит дрон на крыше ты заметишь нет не заметил так снайпер сейчас ну да точность снайпер потерял точность снайпер потерял 91 процент 712 а давай выстрел конечно 16 кажется номер или сколько не здоровья было у нее 17 ну естественно 17 но это дрянь должна к дрону побежать на черт из 2 на дрону побежит здрасте здесь протокол блокировки только укрытие надо получше занять 80 процентов отлично хан два дрона искать смешно но тем не менее может быть часть урона не впитают чего элитный офицер под контролем чего а что с доминирование простите так камера вернись а в чем доминирование то от меня кто так умеет прс я тебе чет не знаю так ладно нет я конечно не против я только за чему эфира но эфир до эфир может в мутонище ударить эфир может солдата добить дронища у дронища кстати два хода всего лишь он поэтому знаете что идет он идет пугать миг они его боятся может быть придется двигаться теперь им эфир я даже вот этого солдат сейчас убил отлично элитного элитное это хорошо элитное это как минимум дорого пошла концентрация ну и к слову два дрона два солдата это четверо пятеро шестеро семеро может быть это даже и все хотя вряд ли он салат ван салат ван салат он салат он салат может сверхдрайва конечно шарахнуть зари на давай сюда 89 59 безумие на 37 сего но процентов 812 оба север драйва по процентов 812 огонь естественно 8 он естественно злится 9 дачи кунга 59 его не убиваешь а безумие какой-нибудь 42 да может какой-нибудь не знаю панику на него на лошадь еще что-нибудь ай вообще ничего например от не очень хорошо вообще ничего здесь есть просто считаем ся на кень все под контролем над разум ой 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 офицер офицер живет офицер выживает мейки что буду делать смейки на крышу полезут а нет нет ухты мерзкое создание ну как на 8 то как больно нам не сделала кроны кстати сейчас в себя должны начать приходить из неприятного разрыв берсерка можно зарядить эту дрянь я могу убить так снайпера давай снайперская дуэль дуэль блин 40 процентов что-то такси дуэль он 40 кстати змею обходит вот змею обходит а здесь получается заряну надо лечить да чикунг у нас ушла на полгода на лечение хорошо хоть живая осталась есть протокол нападения есть огонь души есть опять же таки безумие у нас вот эту дрянь фланга обходит есть наши офицеры но офицер мне кажется самому на себя над гранату кидать потому что я не знаю когда он выйдет контроля скорее всего от это дрон еще спорвать из-под контроля промах анселот давай ходи змейку еще один взлом небольшой запас сплавов а это освободить ребят наших девчат 85 процентов усиление но это все только по нашим союзникам так шокером уши не берсерка да ладно сработает 95 то берсерка копался нормально дрон это сейчас точно еще не выходит я не знаю почему элитный офицер вообще с нами для меня нонсенс и честно но ему бы сейчас бы вот так вот сделать во первых он гранат потратит во вторых что он сделает во вторых хотя не факт давайте сначала в на и выстрелим 12 урона нажимаем одно хп осталось может добить нет он только другую на и видят здесь 40 процентов это офицера давай так что пока а я но 4 процент стреляй окна и упала офицер побудь еще с нами немножко я тебя прошу там самую малость иди бирса рубим еще и дезориентация прокнула инерция но здесь наверное инерции здесь все-таки в защиту сейчас станем на 1 к что можно считаю подвести я и с толком обход никакого не будет в эту на и 40 процентов ой как не уверен очень неуверенный выстрел а она по нам сейчас нормально будет наваливать потому что нас берсерк видит а вы прям сейчас берсерка убить бы она нас не видела 40 процентов черт обойти а так двоих ведь макова двоих то серка дожди по процентов этого берса но огонь получается выстрел на вскидку работает ребят серк сказал долго жить так чикунга чикунга как дикое может убежать я очень надеюсь что сейчас офицер не выйдет контроля иначе это будет беда бедовая просто потому что он выйти начнет по нам стрелять а по сути но пока их двое осталось но это семеро то есть они подождите какие два еще два дрона я убил то 1 2 а ну змейку 1 убил трое то еще четверо живого один дрон сейчас точно выйдет контроля я очень надеюсь что солдат не выйдет контролем истинно так действие злом прекратилось по ее не делать ну да офицер вышлась под контролем печально по дрону все промахнулись наш дрон живет смейка по нему отстрелялась офицер сэр куда побежал чтобы делать гранат кидать до гранат кидать мы там танкуем нас миллиард брони рон умер крепление на подходе так а увидим дрона видим это офицеры видим змейку тоже так ты видим но не то чтобы хорошо так эфир эфира кстати включает губануидов сетево бездвижно несколько действий передав его здоровье храмовника эти диск центрация тела здоровье передаст и все это песня я не уверен что там никого нет в этом проблема есть есть протокол нападения можно дрона просто убить сейчас этого и ходы на него не тратить просто змею делать не совсем понятным разрыв рыв конечно пяточки вот так как ним сделать ему станут можно из пушки сюда создануть парень открытия сломаешь нет к сожалению желению нет или сломались укрыть моему нет а все еще 46 процентов с другой стороны наш псионик видит отсюда я сначала знаете как сначала все-таки холд пустоты попробую сделать я его ни разу не использовал как вот это работает от пустоты ну что это здорово у нее не прибавилось я вот про что на и первым и нас то один конечно шаг в тень 24 урона есть выстрел из пистолета который ход не заканчивает на 5 чутки мы можем вообще урон не нанести абсолютно вот отсюда я буду видеть протокол нападение змейку да я ее вижу 4 урона принципе мы ее добиваем как в тень 82 выстрел из пистолета 94 процента давай стреляем один урон расстрел шаг в тень есть шанс не убить а есть шанс выстрелить его так вот и гарантирован убить если попадаем отлично дрон окопался теперь зарина а вперед огонь души 46 кстати может и убить с огня души если попадем 4 потом колбасе товарищи вам тогда на и забираем а из нее то что-то выпало происходит пустоты как сработал сейчас дороге добавилось или что как это работает у нашего бойца здоровье больше не стало она давай лут заберешь кстати отвис файдра и лере песня одессе неземные сплавы а ты не дотягиваешься до до них лучше конечно этим товарищем взламывать он как по мне посильнее будет он давай так злом посмотрим большой кэш данных большой кэш данных не очень нужен прямо очень и очень снайпер скажет что 51 процент всего а это время кстати закончилась делением свободное а свободное действие даже но я всю концентрацию потрачу пол 47 но с одной стороны усиление мы сейчас вода пьем деление и поехали рубить его только в без промахов 9 урона так инерция виски английский не дотягивается можешь конечно не выпендриваться и мэком попробовать взломать 99 612 попадаем убиваем на самом деле виски кстати рывком можете забежать сюда так подкрепление ближайшее время на следующий вот мы по сути выпускаем перезарядить и на наблюдение встань и в защиту и перезарядить и на прицел мы убили кажется семерых вполне возможно что ребят еще здесь есть так у тебя какой шанс сплавов побольше должно быть не 87 даже не сплава разведдана игра пожалуйста 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 спасибо тебе ух есть кэш я правда не знаю сколько это 20 маленький обычно 10 посмотрим сколько большой даст еще не выходите надо все двери открывать или это дай давайте устроим эту займу выручку а зачем они же так уже могут бежать зачем я это делаю они так могут бежать уходим 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 и братишки вы слышали она по змея пробежала был мерзкий звук и так медленно я надеюсь ты не солдат так типа спасатель хотя же беги и уж беги был сверху забрать последний ход достался болен пас кто так чикунга ты самая быстрая давай ты только не замечай никого я тебя прошу какой еще и кэш данных перезарядочку он мы по-хорошему даже без боеготовности просто уходим просто уходим как-нибудь прикрываем наших ребят девчат идем к точке эвакуации у нас еще 15 ходов так эфир и можно здесь вот не может пройти смотреть прямо почему нельзя и совсем понятно ну ладно снайперами бы готовность ну ход пришельцев идиот они где то есть чит убран и не ближайшее время так а вы чё и через окно а здесь лазеры нет можете ческать думал что можно вы моя ошибка виноват только ходов от нам идти были намного ходов идти много ходов идти ребят не очень быстро и я бы сказал ребят вообще не быстро им ладно пытаемся пойду ты зачем ты зачем так ты ты ходишь а он слот так ты человек практически закира давай так сюда я боюсь на самом деле что сейчас на точке эвакуации кто-то будет в том плане что но могли откуда-нибудь они вот справа прийти к нам поэтому давайте аккуратненько двигаться может быть даже укрыть ими на первом давай сверху нас будешь прикрывать до чего позиция подкрепление на подходе лишь неприятно но не смертельно идем только там еще хода убежать конечно по прямой ухода 3 на самом деле еще может быть даже 4 потому что вы сами видите ребят не очень быстро это так нет подождите никаких вам рывков окно и здесь бы готовности нам нужны максимально поймать подкрепленцев хотя сейчас такие подкрепленцы падают мин с таким количеством здоровья что и не кажется бы готовность еще и возьмет так эфира воин наблюдения голливуд наблюдения давай тоже сюда и наблюдением реально сзади кто то есть там кого-то пропустили и бог с ними они не пришли а нам и не очень-то и хочется так кто там там жрец жрец это очень плохо жрец и копейщик жрец и копейщик жрец плохо с той точки зрения что он может не умереть за один ход хотя копейщик не то чтобы крепкий обычный копейщик болен и все все в него вошло а в копейщик кто будет стрелять так ну окей нам показывали сзади то есть мы семерых убили если я ничего не путаю значит максимум их двое показывали сзади значит здесь никого нет просто бежим а хотя это может быть дрон и здесь дрон как вам такой вариант но если это так то дроны нам не то чтобы сильно опасно там по 12 урон наносят я сейчас немножко кстати напрягся когда увидел что он ведь противников я думаю кого-то он еще увидел но нет это те кто в тылу остались ох ребята давайте навстречу подкреплением так скажем пустоты снайпера 9 мэк мэк мэком выстрелим по процент 812 царапинам супер тогда пир добивает получается айфер получается добивает пропади спасибо рец можно так вот наблюдениях оставить вас я всех оставлю на наблюдение мне надо это учет вы жреца остановить иначе он может такую дичь сотворить ну а ты иди прикрывай наших друзей так бежишь ведь бежит все нормально так вы первые ребята даже уже дошли эх не допекает одной клеточки и ты тоже не добегаешь так окей ну теперь просто рывки и просто рывки снайпер тоже спускайся просто уходим я надеюсь те что сзади остались за нами в погоню не бросились и не на подходе кстати но я боюсь что они уже не смог мне помешать так это бегает кстати у нас ты не добегаешь добегаешь и добегаешь и добегаешь и добегаешь у нас не добегает только мэг искра можно конечно сейчас всех уже вывести оставить и на следующий ход просто всеми тяну давайте постреляем напоследок что равно приземляющиеся товарищи они не встают боеготовности не стреляют то есть они так тюленчиками падают да получается хотел сказать что без ранений но нет все никто у нас на фулл хп словил я не у нас отдыхает но с другой стороны ладно у нас там следующий псионик готов и хотя пудхать вот хотя левые подкрепление сможет быть опасен до улево крепленность миллиард здоровья ромах ромах то есть попадет из пистолетов попали ладно можно было не останавливаться на готовности трава не попали все уходим можно было конечно еще тела попытаться унести ну да ладно ну да 914 дождитесь 14 а трое упал и двое где-то осталось окей ну кто эти двое было ну к сожалению ли частью не узнаем ой 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 сейчас ведь задание у нас там штурм базы нашей ну нет ребята это однозначно следующей серии будет это однозначно следующая серия давайте вот на позитивной ноте закончим а мучиться уже будем следующий раз так что-то прям серии душный какие-то пошли есть повышение дачку у нас повысилась но 19 не ушла ну посмотрим что у нее там откроется на следующем уровне иски у нас повысился у нее спасителя но им надо резервирование брать при удачном зло негативные эффекты не возникают давай налетай из до ринга разрыв кстати вот разрыв классный перк здесь резервированием дача но вот это вопрос хочу ли я чикунга делать у нее там насколько помню хотя с одной стороны неплохо сочетаемся два мистика таких чикунга и томпсон тут просто бегать и всех сегодня к своей душить одной стороны это может даже интересно будет да давайте им взаимосвязь пахнул вот так вот томпсон и чикунга нормально я про то что у томпсон там кажется с ужница еще была взаимосвязь повторюсь все это сочетание тоже неплохое так чем 25 разведданных ребят 25 еще кэш данных пришельцев это тоже хорошо элитка глушитель пара ядера получен боец и не там дело и не там диало у нас появилась афалаби мабуза где монокль взял чудик так сопротивление сильность немножко повысилась но зато у нас теперь их 10 здесь это у вас на так все на материалы тоже классно давайте поближе на наших новобранцев посмотрим центр подготовки кстати сейчас мы их отправим я даже знаю какие классы буду качать скорее всего что они себя представляют понятно чтобы из нигерии 8 13 6 5 1 много здоровья он медленный у другого поменьше здоровья но он быстрый 8 13 8 13 маловато именно маловато для псионики просто для понимания у нас которых вот вербовать но 28 допустим есть вот это должен быть неплохой псионик пол уолкер а тут давайте смотреть то мне нужен у меня три гранатометчика всего лишь все травмированы это плох искра ну искра понятно у меня четыре нельзя нельзя в принципе мне хватает пси агентов двое ну наверное тоже пока хватает в том плане что эти не они очень сильные будут ребята все сил у них маловато слабенькие они будут псионики поэтому их не трогаем качестве псиоников пулеметчиков у меня тоже трое всего лишь и одна из них вообще рядовой хоть с неплохой точностью очень мало здоровья подвижная уклоняется хорошо точность прекрасная для пулеметчик но очень мало здоровья скорее всего она и пойдет у нас на задание а хотя нет так я же поставил евро мэро евро мэро у нас будет рубить супер на задание по обороне базы у нас будет евро мэро это наша топовая пулеметчица она там жару раздаст и кажется я ее отправил с полным обмундированием дождите а сейчас можно посмотреть оружейная я не могу до посмотреть нет можно да я ее отправил полным обмундирование еще и стать жилет я выдал это очень хорошо то что она будет с нами ну да ладно давайте вернемся к классом пулеметчик нечесть теоретически нужен разрушитель мне их четверо разрушитель нормально причем еще надо будет качать вот эту светлана лоран казакову неплохой бои должен получиться ее качаем рейнджеры трое всего лишь еще один рейджер мне тоже не помешал они у меня всегда на передовой к раненые всегда снайперы пиров аж пять штук волнительный снайпер а мне точно не нужны специалистов четверо я бы еще одного вкачал штурмовики четверо аж 5 штурмовиков в итоге кто мне нужен мне наверное нужен один рейнджер один боясь поддержки один специалист насчет гранатометчиков на гранатометчики тоже нужны них трое пулеметчиков трое и теле рейнджеров трое слушайте рейнджеров иногда прям не хватает с обрезом чтобы влететь в упор там на 20 урона выдать просто разорвать мутона какого-нибудь или берсерка пополам порвать это полезно только тогда кого кем делать точности обоих достаточно посредственная 65 63 маловато 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 7 нацать наверное хотя но тут вопрос что сделать лучше подвижного вздеть пехотинцам или все-таки того который покрепче взять пехотинц но точность плюс-минус одинаковые вот у конечно уклонение еще есть здоровье меньше но эту семь здоровья он очень живучий будет нас он евро мэр у него 6 здоровья сейчас у прокачанной 6 здоровья полчок допустим это чтоб семь здоровья у него просто самого начала 7 не знаю хорошо кушал наверное товарищ хорошо кушал ну давайте наверное да афа лаби мы сделаем это где мы делаем я честно сказать забыл и мы это делаем вот мы где делаем причем обоих давайте я наверное афа лаби сделаю афа лаби я хочу сделать один сам ну рейджера смысле 12 дней а ты у нас будет будешь бойцом поддержки от у нас будешь специалистом окей плюс два бойца прибавить они конечно весьма 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 слабенький пока что не факт что вообще выживут они у нас ну да ладно так 131 единица у нас развед данных вопечки да сейчас какой вопрос у меня загашники есть загашники у меня есть что мобильная броня кстати за шесть дней сейчас исследуется благодаря тонн мне где-то есть данный вот данная станции разведывается за два дня и мне скажут где находится станция на пятки это может быть станция в бразилии я не помню я так давно штурмовал последнюю станцию что я просто не помню как и все делается можно нам сейчас еще прям планшете какой взломать получить 150 разведданных и за 150 разведданных там контракт с новой африканской зоной и уже в этой зоне ретранслятор воткнуть уже со следующим регионом дешевле так потихонечку в арктику будем идти 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 может быть даже не проиграем так цена в подготовке чего здесь нам нас поймана и альхандро перес но именно альхандро перес эти говоря а я думаю зачем я взял нойман а ч подружка переса и вот она у меня вот она мне точно 69 ну кстати говоря она даже с точностью 69 но с этими бонусами себя неплохо показала она напарник переса на сейчас даже не знаю мне нужно определиться кто со мной пойдет на следующее задание но у нас туда пойдет хотя ладно давайте наверное это следующей серии сделаем потому что достаточно там все это дело напряженное будет сейчас честно сказать ну давайте действительно на хорошей ноте закончим успешно мы выполнили конечно да псионик у нас немножко по голове получил но 19 дней ладно у нас есть запасной псионик и вполне возможно что именно он пойдет с нами на следующее задание хотя я не уверен нет надо будет однозначно взять одного-двух относительных новобранцев на следующее задание во первых им тоже надо прокачиваться а во вторых возможно примут на себе удар который иначе принял бы кто-нибудь из наших нормальных бойцов потому что ну кого из хотя подождите кого смогу взять ну ромеру автоматом идет она уже но в австралии у нас пойдет фаталистка у нас пойдет эшли невысокая но кстати с торосом а связь хорошая торосом хорошая ну как вариант кстати вариант их и прокачивать совместные действия то есть у нас ромера уже там идет фаталистка идет дух а это уже как бы ничего себе дальше у нас идет рейнджер волчок может неплохо ну к сожалению на без решара идет потому что он очень сильно ранен у нас козловый идет у нас перес идет в коем-то веке специалист не ранен и того у нас уже один два три или пятеро уже идет подождите а что-то сбился один два три четыре пять перес перес у нас искра может пойти этаж белис может пойти у нас так-то состав очень и очень топовый собирается но проблема в том что если я сейчас этот топовый состав отправлю если он там получит ранение то на следующее задание мне просто будет некого отправлять а сейчас задание вообще никаких нет и надо будет что-то искать то есть новичков то однозначно нужно кого-то взять сюда в относительных новичков но ведь у нас уже к право тут беатрис диаз ады гок ады гоке гонун так ну ладно ки этих надо переименовать ады гоке гадангвана это конечно еще песня и нет андеяло и афалаби мабуза еще куда не шло но гадангвана это песня я просто язык сломаю если буду его с собой на задание брать в общем ладно за кадром я подумаю кого с собой взять таки кого-нибудь из топов я думаю что мы дома оставим а кого-нибудь из относительных новичков прокачаем у нас как минимум на это задание сразу три топа идут этой нет вот абсолютные топ они точно идут то есть ромеро фаталистка и эшли они точно идут это не обсуждается они принципе хорошо уже должны будут там разницу в нашу сторону так скажем сделать то есть они уже точно идут однозначно боец поддержки идет но без специалиста вообще никуда это убийца мэков все дела перехватчик ниндзя должна идти волчок должна идти но это уже грубо говоря шестеро они от шестеро пятеро одна потому что автоматом идет и свободных мест не так много и остается конечно искра хромовник а мол не кстати хромовник тоже на прокачивать 10 сколько бы восьмикалка холод пустоты что делает я вообще не понял конечно один год можно противника просто выключить но это очень хорошо работает против толстых ребят м очень хорошо работает об осенье я ярость крестоносцы это кстати как у нашего нового заступника она кстати еще тренируется вас часов так много событий в этом месте я вот про что ведь месяц то насколько у нас уже серии идет этот месяц а ресурсы только через один день появится а у нас получается следующей серии будет третье контратака учу мы здесь бас взломали народа добыли просто какой-то мега активный месяц я думаю что следующий месяц должен быть не менее активным только нам надо вот этих ребят всех вылечить потому что тут еще по пол месяца отвисают ну да ладно что-то я заболтался давайте на заканчивать всем спасибо кто посмотрел это видео если оно вам понравилось ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал это очень приятно и крайне полезно для развития канала еще раз всем большое спасибо и всем пока